Мы еще раз сегодня будем благодарны нашему Господу за то, что можем собраться в Курьего Святого и Божественного Слова. Наверное, вы заметили, что в последнее время Господь обращает внимание наше не столько на какие-то глубокие познания богословские, но обращает внимание на наши взаимоотношения. Вы помните, я вам говорил, что и сегодня еще раз повторю эту мысль, потому что мы продолжаем послание к филиппийцам читать и рассуждать настолько, насколько мы можем на той глубине, на которой мы способны рассуждать на сегодняшний день. И помните, я в прошлый раз говорил и напоминал об одной истине такой, что для того, чтобы нам войти в святое небо, нужны определенные условия, которые Господь хочет, чтобы выработали здесь на земле. Он совершил спасение данным его даром, но вы, наверное, все согласны с тем, что я скажу, но не хочет, чтобы мы остались такими, какими мы были тогда, когда только что покаялись и получили спасение. А то, оказывается, Бог для того призвал нас, чтобы поменять что-то, чтобы что-то переменить, чтобы сделать нас совсем другими. Может быть, кому-то это не укладывается в разум. Я поэтому в прошлый раз напоминал, отчего у нас такие проблемы непонимания, что многие человека только покаялись. Все? Уже совершенно говорят, а как? А зачем еще что-то надо? Видите, разбойник покаялся на крыше и тут же пошел в небо. Да, разбойник так, покаялся, кровь Христа омыла, и он пошел в небо у святое. Но, наверное, будет большая разница между разбойником и апостолом Павлом. И один спащенный, и другой. Правда? Мы, я, вы, и Петр, Павел. Наверное, разница будет или никакой. В отношении спасения, да. Мы часто притчу читаем, что получили все по динарии. Помните, другие стали расплать. В этом отношении, да, мы эти динарии все получили. А когда войдем в небо, каждого из нас Господь призвал, чтобы на определенное место поставить. Вы знаете, что Бог еще по плану идет. И то, что мы родились на землю, и то, что мы вот такие, как есть. Бог предвидел все это. И так Библия говорит об этом. И просто Господь хочет, чтобы мы заняли то место в Его церкви, которое Он нам предназначил. Вы помните, что сыновья Заведеевы просили мать, чтобы она попросила, чтобы сесть рядом со Христом по правую и по левую сторону. Христ сказал, вы не знаете, чего просите. Помните, это ответы и вопросы. Но самое главное, говорит, этим я не занимаюсь, я не буду рассаживать людей. Отец мой уже давно рассадил всех. Это вот не от меня зависит. А кому уготовано кем? Отцом моим. Поэтому сегодня все, что мы можем сделать, это уписаться в планы Божии и занять то место, которое Господь нам предназначил. Но для этого Господь хочет, чтобы мы имели характер Христов. Знали принципы Царства Небесного и жили по ним. И самое главное, жили не просто потому, что мы знаем, что так надо, а чтобы это было естественно нашей потребностью. Вы понимаете разницу, о чем я хочу сказать? Мы очень много делаем, потому что мы знаем. Если бы не знали, никак так не сделали бы, не поступали бы. А вот то, что голова наша понимает, то мы это и делаем. Но отними от нас знание, и мы этого не будем делать, а будем делать грех. А Господь хочет, чтобы все, что мы делаем, оно все через голову проходит. Наконец, так укоренилось в нашем сердце, чтобы мы это делали естественно. Как мы не могли по-другому. И мы там дальше будем читать в том же самом послании, когда апостол Павел говорил, чтобы не судили ни о ком. Он говорит, не судите, пока не придет Христос и не осветит все сокровенное во мраке, и не обнаружит сердечные намерения. Вот что главное для Господа. Для нас, конечно, главное, что? Поступки. Поступки. И мы об этом ценим о человеке, по его поступкам. А Бог не всегда по поступкам смотрит, а по намерениям сердца. Что ты приседал внутри себя, когда планировал то или другое, разговор какой или еще что-то. Вы меня хорошо понимаете. И еще повторю, почему я сегодня буду обращать внимание, потому что пропуском в Царство Небесное будет наш христианский характер, наши взаимоотношения друг с другом. Может быть, и на сегодняшний день многие из нас уже готовы жить в Святой Вечности. Но это только тогда, когда мы умерли друг с другом. Когда мы можем прощать друг друга. Когда мы можем вмешать друг друга. А вмешать, вы знаете, что? Ну, не так-то просто вмешать, когда видишь, что не то, что надо, и в то же самое время остаться дружелюбным и вопросов нет. Вы меня понимаете. Это очень важно. И вот Бог нас учит этому на земле. Я не раз говорю, напоминаю одно из мест Писания. И оно записано в послании к Коринфианам, первом послании. Точно не буду говорить, какая глава, пятая, не помню точно. Но там написано о домостроителях. И вот, спащенные все, но строят по-разному. Один строит из серебра, золота, драгоценных камней. А другой строит из дерева, из щена, из соломы. Наверное, когда тот, кто строит правильно, предлагает ему, что, слушай, это солома, то они, наверное, будут против, говорят, слушай, это у тебя солома, у меня не солома. И в чем там изюминка есть? Когда придет день испытания, это сгорит, то, что было с соломой. Впрочем, сам спащется. Ну, как бы из огня. А мы умеем в одной церкви. Дмитрий, верь, строит серебра, драгоценных камней, золото, а я с соломой. И он мне говорит, слушай, ты что-то не то делаешь. Как не то? Все то, все то, что надо. И вдруг у меня все сгорает. Но мы идем в одну вечность, в одно небесное царство. И у меня, у него, на этой почве не должно быть разделение противостояния, вражды один противостояния, иначе мы не попадем в одно место. И вот, типа, судите, вот насколько это непросто. Вы меня поняли? Ну, он спащется, а двух-трех мест нету, одно место, и вот как это сделать? Чтобы сказать, не, дорогой, я никогда не буду так делать, как ты, не согласен. И в то же самое время уместить, чтобы не иметь вражды. Наверное, не очень-то просто, да? В этом вот Писании, Пермаркли говорит, вот по-человечески, это невозможно. На почве религиозных противостояний очень много конфликтов. Я уже не говорю об отношениях наших чисто на человеческом уровне. То не поделили что-то, то еще что-то забрали, то еще что-то сказали. Я не говорю об этом. Но вот как раз о том, о чем я сказал, это религиозное противостояние. И один строил, и другой строил. И основание положено было Иисус Христос, потому и спасся, а дело сгорело. И вот как вот тут так вот пройти на земле, что мы приходим в вечность, два, три, десять, одна церковь против другой спасется. Неразумие это было, или что-то было, я не знаю. В чем я хочу сказать? Господь, Господь, Он нас учит, вкладывает в наш разум некоторые истины. Но я понимаю, что без благодати Божией, без характера Христова, без Духа Святого, мы не сможем так. И вот, когда я это вижу в своей жизни, понимаю, такого не должно быть. И я не могу нормальное отношение строить. Я говорю, Господи, помоги, прости меня, что я несовершенный такой. И помоги мне, чтобы я и в истине стоял, и отставил, и то же самое время, чтобы вражды не было. Вот, наверное, поэтому и поделится десять мудрых, десять дей на пять мудрых и пять неразумных. Я думаю, и это будет причина. Почему? Потому что Писание говорит так. Одному дано на тридцать, другому шестья, тридцем на сто. Бог сам так дал. И тот, который на тридцать может попасть в Царство Небесное, и может не попасть. И тот, который на сто, если использует свой потенциал, и правильно построит отношение, попадет, если нет, и сто не поможет тогда. Это, наоборот, будет больше осуждение. Ты же знал больше, чем все остальные, а почему же ты не делал? Ну, знать это одно, это хорошо. И мы ничего, допустим, не делаем лишнего сегодня или пустого, когда мы пытаемся знать. Потому что, когда я знаю что-то, я тогда свою жизнь измерю и скажу, Господи, прости меня. А если я не знаю, я и прости не скажу. А если я не скажу прости, то я не прощенный. А если не прощенный, то нам не грех. А если нам не грех, кто меня в Царство Небесное пустит? А вот прости. Ну, наверное, в нашей жизни мы не один раз сталкивались с такими ситуациями, когда узнавали что-то. Ну, Господи, прости. И Бог прощает. А где нет прости, там не может быть и прощения. Вот почему мы сегодня так пытаемся глубоко, насколько это возможно, вникнуть в Писание. Хотя бы знать, что же требует Господь. Как Он хочет, чтобы мы вели себя. Если я не так делаю что-то. Я не имею в виду, чтобы спекулировать милостью Божией. Я имею в виду непонимание, бесщилие. Я не имею в виду тех людей, которые делают, знают, что неправильно делают. Говорят, ну, а потом покаюсь, и Бог простит. Ну, в таком смысле, я не знаю, простит ли. Если и простит, то, наверное, могут еще наказать. Ты же сознательно делаешь в расчете на то, что я сделаю, а потом Бог просит. Знаете что, друзья, но я тут ничего, я не буду стоять в дверях, не буду закрывать дверы вечности, но я уже не знаю, как будет дальше совершенно. А вот там, где я не понимал, побесил, то другой вопрос. А когда люди готовятся, делают, а потом рассчитываешь, что Бог все равно просит, здесь уже, знаете, Писание говорит, если мы, имея познание истинно произвольно грешим, то не остается более жертвы. А что остается? Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовые пожрать противника. Потому что ты сознательно уйдешь, ты знаешь, какой конец будет, и делаешь, и сам не знаешь, на что рассчитываешь. Не знаю. если сумеешь в этом суде устоять, потому что там же живет не о том, что человек отвергнутый, но суд над ним совершаться за его дело. И как до истребления, а вы знаете, когда Бог судится, очень трудно выдерживать. Я в прошлый раз повторял эту тему, сегодня просто еще раз повторю. Когда дьявол где-то настигает, то мы молимся Богу, и люди могут помочь, через людей может Бог помочь, и сам может вступиться. Дьявол, люди, дьявол, а когда Бог начинает судиться, то кто тогда поможет? Кто тогда может помочь? Единственное, если мы смиримся, сознаем свои грехи, назовем по именам, и скажем, Господь просит, ну тогда я думаю, что Господь оброчит внимание, потому что Его цель такая, чтобы добиться вот этого. А если этого не будет, тогда, да не знаю, тогда вопрос очень стоит, непростой такой. Поэтому пыль Господь нас благословит, для того, чтобы мы сегодня действительно могли не просто читать вот это слово. Павел, когда писал филиппийцам, то он хорошо понимал, что люди не поменяются в своей натуре, и он понимал, что Бог меняться не будет, что написано Иисус Христов вчера, сегодня и во веки какой? Тот же, тот же. Поэтому мы сегодня и можем учиться. И вот на что я сегодня обращу внимание. На один из текстов, на который я в прошлый раз останавливался, сегодня вскользь, так забегло повторить, когда Павел учил, говорит, «И так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершать свое спасение». Вы помните, я говорил об ошибке людей. Когда есть между ними, я помните, напоминал о работе, кто-то из тех вышестоящих, то уже так стараются сильно, чтобы угодить во всем. Как только нету, сразу же все меняется, совсем по-другому работает. Когда в церкви в молитвенном доме ведет себя вот так, ну, я бы сказал, прилично, как положено. Как только оказывается дома, теряется тут ощущение присутствия Божьего, и человек начинает делать, но то, что никогда не может делать в присутствии народа Божия. И Павел говорит, подчеркивает одну истину такую, я в прошлый раз об этом напоминал, сегодня хочу еще раз напомнить, вы не только будьте послушными Слову Божию, я имею ввиду, когда в моем присутствии, но тем более, когда меня не будет. Когда я здесь, апостол Павел обладал властью, обладал авторитетом огромным, не побоюсь сказать, что Господь по особенному его молитвы слышал, говорит, если вы про мне что-то сделаете, то я тут же, я вам помогу, но когда вы сделаете что-то такое без меня, то кто вам тогда поможет? вы наоборот старайтесь не просто в моем присутствии хорошо себя вести, но когда меня не будет, то чем более старайтесь, потому что я же вам не подскажу тогда, я же не смогу возложить на вас руки, вы меня поняли сам смысл, почему он так говорил, я еще раз прочитаю, как он говорил, итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, вот один уровень, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, потому что я быстренько тут на месте раз, раз, и все, Тимофея позвал, еще кого-то позвал, и мы решим, а как вы только в самом начале христианского пути, еще не все знаете, то кто вам тогда поможет, когда не будет? Тогда наоборот, были послушны моем присутствии, но гораздо более, когда меня не будет, наоборот, старайтесь более и более быть послушными, и тщательно исполняющими Слово Божие, вот, а у нас у людей вот такое положение, такое состояние, как только присутствует кого-то, одни, как только нету, надо наоборот пропоясаться еще сильнее, наоборот распоясываться, правда? Павел говорит, вы неправильно понимаете, вешите, он вообще не хотел, чтобы видеть распоясненных христиан и в своем присутствии, он был доволен, но он просто понимает, что это значит. Вы думаете, почему сегодня так много людей сюда, барановичей, за освобождение помолиться? Правда, есть, которые сегодня, лишь бы что говорят, а кто там действительно получил, а кто другой, а кто третий, масса людей получил, получили, которые не готовы, или время назначено, да, они не получают, почему они сюда едут? Потому что там никто не занимается, и едут туда, где занимаются этими вопросами, я не хочу сказать, что мы на 100% идеально все, нет, я совсем не это говорю, я не собираюсь убеждать кого-то из себя, что мы уже так делаем, что не прицепишь, я не говорю этого, я просто говорю, делают и не делают, и помню, кто-то из братьев приехал, он такой доволен был, а жили с женой, такие простые вещи, до покаяния долгое время, это была не жизнь, потом 10 лет жили покаявшись, это было невыношимо, когда я приехал, когда исповедался, все поменялось, у нас началось, ну, даже если 10 лет взять в христианстве, у нас медовый месяц пошел, что-то надо было барановича ехать для этого, ну, меня поняли, да нет, это не значит, что здесь особое место, не в этом дело, но просто здесь кто-то, не говорю, что я, присутствует, делает, а там вот здесь вопрос, или я не раз повторял, такие простые вещи, которые очень часто, кто-то из шестер жаловался, это в нашей области, я не примеры выдумываю дома, потом вам рассказываю здесь, а конкретно я знаю этих людей и так далее, хотя уже не помню их в лицо, с такой жалобой прошла, мы были там, что никак со своим взятием общий язык не говорят, ссоримся, сами не знаем за что, проходит столько времени, ну, общего языка нету, скандалы, ссоры, не знаем, с чего начать, но я, как всегда говорю, давай не рассказывай про взятие, рассказывай про себя, я часто говорю, не рассказывайте какие у вас плохие окружающие, приехали рассказывать какие вы плохие, семьи, кто не ешь, что я буду, а что мне рассказывать, давайте с вас начинать, сейчас полторы недели мы встретились, случайно, ну, как случайно, наверное, не случайно, а я просто посещал церковь, там, сказал, ну, слушай, после того, как я, говорит, исповедовать, приехала, говорит, у нас все поменялось, мы теперь не знаем, за что мы скандалили, за что ссорились, совсем другие отношения стали, я, допустим, сам, если бы она не сказала, ну, побеседовали минут 30, напокаялась, отреклась, вот и все, что было, но с нашей стороны, это, ну, незаметно, ну, как и все, как и сотни людей, ничего особенного, а в самом деле это произошло, и я не раз говорю, что проблемы надо искать в себе, а не в других, поменяешься сам, автоматически, на много процентов поменяется окружение ваше, ну, я и всегда вспоминаю, потому что то чеша с зятем не ладили, я всегда вспоминаю, напоминаю, что в Библии один раз только чеша вспоминается, символ, что она в горячке была, больше вы слова чеша не найдете, нету его, швекров найдете, швекар найдете несколько раз, а чеша один раз, и один раз и ту горячку ее застали, поэтому просто вот с этой точки зрения, ну, я бы хотел, чтобы мы не недооценивали вот то, что есть, Павел говорил, вот покуда, я говорю здесь, ведете себя нормально, когда меня будет, тем более, придется ехать в Барановичи, я сегодняшним языком говорю, или куда-то в Пинске, или в Лунии придется ехать, детям занимаются, потом говорят, ну, вы что же, ведете себя нормально, и не думайте, когда вас никто не видит, то надо распоязываться, потому что раз, два, пройдет, три, а после увидят, и будет неприятно, поэтому и так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушаны не только присутствие моем, но гораздо более ныне, гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, вы знаете, очень сильные слова, следующее одно за другим, со страхом и трепетом совершайте, вы знаете, вот это повеление совершайте, что-то говорит, совершайте свое спасение, но как можно по-другому сказать, ходите в этом спасении, которое вы получили, храните себя в этом спасении, оно вам дано даром, но его можно потирать, если ходить лишь бы как, но я думаю, что вот эти пять мудрых и пять неразумов, которых я сегодня говорил, напоминал вскользь эти десять мудрых дел, то есть проброс всей церкви, ну, вы знаете, что, я не раз, еще не раз повторю, у них начало было одинаково у всех, потому что шли, потом задремали вместе, уснули, вместе спали, вместе проснулись, вместе поправили светильники и вместе пошли, а тут раз, у пятерых стали гаснуть светильники, говорит, дайте нам вашего масла, а, брат, мы не можем, это будет недостаток и у нас, и у вас, идите и купите, пошли, да уже поздно было, пришли, а уже двери закрылись, они, они не устояли в этом спасении, они его не сохранили, они не ходили в этом спасении, поэтому апостол Павел знал, что говорил, говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, а совершайте глагол, побуждающий действий, кому относится, к Богу или к нам, к нам, к нам, Бог со своей стороны все сделал, там нечего добавить и нечего отнять, а теперь за нами очередь, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что спасение это самое ценное, что только кто-то мог предложить нам, и никто его не мог предложить, то спасение, его Господь сам предложил, и думаю, вы все согласитесь со мною, если чего, и вам предложить, все, все, что вы только хотите, сказать, что вы в аду будете гореть, или вечно будете в гений огненный правильный вы, наверное, не согласитесь, скажите, не, не, не надо, не надо, потому что время идет, и сегодня я так вот смотрю, молодежь есть, и пожилых много, и время коротко, и вот Писание говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению, условие какое, если вы будете ходить со страхом и трепетом перед Господом, то Господь тогда будет чувство ваше формировать своей руки, то, что Ему хочется, чтобы вы желали, то и будет не только вы, и я, я не отделяю себя от вас, в смысле, я уже еще достиг для меня другие порядки, нет, нет, со страхом и трепетом, вы помните, я напоминал, как это важно, вот, чувствовать ответственность перед Господом, может быть, вы вспомните, я по другому поводу говорил, и напоминал, но сегодня еще раз повторю, все-таки, как это важно, бояться нарушить волю Божию, человек, который боится, страх имеет Божий, а страх Господь ненавидит зло, он очень боится горчить Господа, уже страх в аду быть, это на втором плане, вот, на этом страхе далеко не уедешь, а вот страх Господа огорчить, чтобы не оказать его противником, вот, что самое главное стоит, на первом плане сегодня у нас, и вот, все люди, которые, действительно, имеют страх Господин, они очень сильно проигрывают в глазах плотских людей, плотские люди очень быстро принимают решения, раз, раз, сюда, туда, все, наметили, пошли, сделали, а духовные двадцать раз помолятся, Господи, а вдруг, а вдруг я пойду в разрез, и больше любят плотских, эти нерешительные, долго не добьешься ничего, но зато и успех будет совсем другой, можно по-разному добиваться успеха, я недавно говорил на одну тему, недавно в одной церкви, что у нас есть желание получить что-то, и чтобы что-то получить, мы что-то должны делать, и Господь очень интересно рассказал в своем писании, как люди достигают цели, препираетесь и враждуете, и не имеете, убиваете и завидуете, и не получаете, не имеете, вот это несколько методов достигнуть чего-то, потому что не просите, видите, а как это противостоит одно другому, что добиться делает человек, а как делает, потому что не просите, правда, там что и просите, то не так просто, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, но просите у Бога одно предупреждение, чтобы не было вожделений, а вот все остальные цели или методы достижения, они расписаны, говорят, и делаете, и не получаете, потому что не просите, вот как не просто все-таки сегодня, живя в этом мире, имея различного рода проблемы, не выпачка в этом грехе, и я понимаю, что речь идет, ну, не о чем-то каком-то особом, а то, что нам надо в жизни, потому что без этого не проживешь, а вот иметь это можно различными способами, и самое лучшее, когда просит у Бога и без всякого плотского сзади, а вот искренно, не для вожделения, а чтобы слушать Бога. И тогда Бог делает, и не бывает столько ран, не бывает столько обид, не бывает столько проблем, когда мы достигаем чего-то, но не так, как Бог хотел бы. Само собой напрашивается вспомнить о Якове, который взял благословение Божие, помните, оно ему принадлежало, он ничего чужого не брал. И что от живой матери, там война произошла между ними, там уже схватка, потом родились, и Бог сказал, как будет, что больше будет порабощение у меньшего, помните, будет служить ему. И вроде бы Яков, он свое брал, узнали, что тут собирается Исаак за вкусную пищу, знал же тоже, а вот дичь была по вкусу и любил поэтому. Вот, пожалуйста, Исаак большой человек, я его не осуждаю совершенно, я, может быть, на уме сешок уже делал бы, я просто анализирую то, что происходило, все нормально было, знал, жена передала, что так, но дичь была по вкусу и любил он его, Исаак. Когда пришло время, пришло ему в голову, что он помирать будет скоро, а помните, жил еще больше, чем 20 лет, но пришло что-то, скоро помру, все, надо скорых благословлять, говорит, идите, скажите, Исаак позовите, сын мой, скоро помирать буду, иди налови мне дичь, которую тебе благословить хочу. Ну, Исаак продал переброс, не знаю, знал об этом Исаак или не знал, это уже вопрос, Библия, в общем-то, ясна и не говорит, где-то там происходило, он продал свое переброс, все, поклялся, зачем оно мне надо, ну, и тут завертелась машина, и вы помните, что было после получения благословения получил, но за то, что не так, как надо, 20 лет в изгнании, пустые надежды, что пройдет время, и Исаак забудет все, вы помните, я не один раз напоминал эту историю, а потом через 20 лет, когда сказали Якову, посланцы донесли, а он понимал, что он виноват перед братом, значит, как бы мы не оправдывались, когда мы виновны, то виновны, и он понимал, что вполне возможно, Исау исчелен исполнить свою угрозу, но, тем не менее, Боже сказал, иди назад, я тебя благословлю, а тут доносным город идет Исау, там благословение ведет, 400 человек вооруженных идут, вот и думай, что Бог сказал, иди, я тебя благословлю, то меня Исау благословишь, который идет на встречу с оружием, ну и, конечно, брата-то целоваться 400 человек не вел бы сзади, вы со мной согласны, он, наконец, решил дать ему бой, исполнить свою обещание за то, что он его так обманул там, и, конечно, я эту историю не рассказываю все, Бог его благословил, когда отнял у него опору, его, вот это бедро его опоры, когда боролся с ним всю ночь, вы помните эту историю, а все остальное, и стада его, когда брат мой Исау будет спрашивать, что это, скажи, это моему брату Исау от раба якого, стада, одно, другое, третье, а потом Исау говорит, бах, на что на мне, у меня своего много, давай будем делиться, жить невозможно, у тебя много, у меня много, я лучше уйду от тебя, то будет спокойнее, потому что мы братья-то братья, но, вот как важно все это было, пал, поклонился, себя назвал рабом его, семь раз, помните, пропадал лицом до земли, и так далее, и так далее, ну и все, расплавился Исау, иначе, не выдержало его сердце, потому что Бог шел за ним, он шел каяться, просить прощение, он понял, когда он перед ним падал, что Яков виноват, я очень хочу, когда мы заметили, кто-то нам поклонился, когда кто-то нас обидит, уже идет, давайте не будем ждать, чтобы он 20 раз падал, ладно, раз понял, все, мы же иногда говорим, а я тебе не верю, правда, ты уже 20 раз делал такое, да не, брат, я помню, я конкретный случай рассказывал, да не, брат, да не верю я тебе и все, да что тебе, сердце разорвать дать, все равно не верю, ну, знаете что, если человек обманывает, то он будет перед Богом отвечать, а мне надо верить, а мне надо верить, что вполне возможно, а то действительно искренно, а то глубоко и так далее, и так далее, и вот Павел и говорит вот именно на эти темы, раскрывать их довольно подробно, что совершайте свое спасение, не так, как надо пошел, без страха, и все, и попал в такие еще эти, ну, вы можете понять, в одно мгновение лишиться родины, матери, и кто знает, что дальше обещать, вот, за несколько часов все перевернулось, был любим матерью, и сам никогда с ним не ссорцем, это был брат, ну, брат не совсем, у этого брата было все нормально, но тем не менее, брат, и потом, за несколько часов, уже один, без ничего, переди неизвестная страна, и вернуться невозможно, убьют там, знаете, когда мы уезжаем куда-нибудь на курорт, отдыхать, и то не совсем хорошо из дома уезжать, я не знаю, как вы, куда бы я ни ехал, хорошо мне там будет или плохо, не хочется уезжать из дома, все равно из дома уезжаешь, а тут вдруг уходит, и это неизвестно, что придется ли вернуться, ну, а батька, что, бацать, и живы больше, еле-еле умер, если шутя говорит сегодня, там уже хоронили него вместе после, но вот наделал таких вот делов, вот кто его знает, кого обвинять, батьку обвинять, или Якова обвинять, или Ревеку, ну, кто его знает, кого тут уже обвинять, ну, все перемешалось, знаете, что, я так вот читал, думал, как они шелгали вообще подряд, вот тут только почитайте, знает, почему Якова убегает, говорит, я, говорит, жизнь не рада от этих дочерей, которые Са взял, надо Якову жениться, отправлять его, хотя знает же, что не жениться, брата без чала убить, еще придет, Исаак тоже говорит, ну, сын мой, пора жениться, иди туда и туда, на тем счет, никто правда не хочет сказать, никто не хочет в глаза посмотреть, реальные ситуации назвать по именам, люди, пусть Господь нам поможет взять какой-то пример отсюда, и Писание говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и тогда не будете попадать в щети, потому что Бог тогда будет производить, и хотение, и действие по своему благоволению, И дальше один из текстов Писания, очень важный, все делайте, без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Смотрите, все делайте, что имел в виду апостол Павел, когда говорил, все делайте, конечно же он не имел в виду нарушать волю Божию. В это все включалось только то делать, что можно по Слову Божию. Но он хорошо знал, что будут христиане, которые будут делать и будут ротать, и будут сомневаться, а надо ли делать. И он говорит, если вы должны бы этим все делать, и делать по Слову Божию, и делать то, что надо, но будете роптать в это время, вы не можете быть чадами Божьими, безукоризненными и чистыми, и не можете быть тогда светилами в мире. силы положите, силы положите, может быть, средства какие-то, может быть, время, потому что для того, чтобы сделать что-то, это надо что-то отдать, это естественно. Время, силы, разум положить, и так далее, и так далее. И с ропотом, и тогда нет никакой пользы. Напрасно. Не будете светилами в мире. Я еще раз прочитаю, это очень важно. Почему я подметил, все делать, здесь можно понять, что тебе в голову сбрало, то и делай. Нет. Апостол Павел имел в виду, все делайте то, что пользу приносит, что не идет вразрез со Словом Божиим. Вот это делайте. Но делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукористненными и чистыми, чадами Божиими, непорочными среди стравтивого, разрушенного рода, в котором вы сияете, как светило умер. Не только тем, что делаете, а и тем, как делаете. Знаете, я иногда наблюдаю такую картину. Христиане и те, и другие. Но одни делают и ропщат. А другие делают. Ты его проси, что не надо. Он вот так хочет все делать, никакого ропота. Наоборот будет роптать, если ему не разрешишь делать. Вот даже с этой точки зрения, насколько мы все разные. И Писание говорит, делать надо делать, но не забывайте, что где-то неправильное поведение, неправильное выражение, лица ли это, ли чего-то, и вы все крест поставите на это. потому что есть много людей и у мира, которые делают. Делают и добрые дела делают, но не делают чисто на человеческом уровне, и по-другому они не могут. И Господь здесь напоминает, если вы будете делать так, как все люди, то тогда никакого света нет. но делается доброе, делается хорошее, потому что оно все-таки выделяло среди других дел. И самое главное, все делается без ропота и сомнения. Я понимаю, может быть, не совсем понимаю всех, почему люди ропши, потому что у нас характера разные, мы очень разные люди, значит, ну и по потенциалу, который заложен в нас и так далее, но тем не менее, ну ропота отчего? Прежде чем ропота, почему-то мне больше всех надо, что ли? Вот и ропот начинается. А надо ли это? Вообще-то что я делаю? И Бог напоминает нам сегодня, что если мы взяли что-то делать, то мы не должны смотреть на то, как кто делает. Мы за других людей отвечать не будем. Мы будем отвечать за себя. И никто не оправдается и скажет, я не делал, потому что он не делал. Тогда, слушай, а что, он тебе не давал делать? Он же наоборот тебе дал еще больше размах делать. Вот тут тебе нечего делать, а ты один, так и делай. Вот и покажи свою преданность Богу. Я имею в виду дело Божие. Я не имею в виду себя там где-то картошку копать на огороде и так далее. Это тоже надо, но я не про это говорю. Я имею в виду речь о том, что мы делаем для Господа, во имя Господа. А здесь уже я не смотрю, кто как делает и делает ли вообще. Но это иногда, знаете, что такие простые вещи отдаются с трудом. Вот я иногда не понимаю, вот насколько у человека, у вас, у меня, вот часто разом бывает замусорен. Вот такую простую вещь, что понимать, надо пройти что-то, а после глаза думаешь, а что это такое? Я помню когда-то, я еще раз напомню, Симоника, когда я первый раз решил собрать постырей для молитвы, постырей области, для молитвы за область. Ну, мне говорят, слушай, ну, так многие же не приедут, кто его знает, сколько приедет, это же целая область, это же день молиться надо, это же не все. Я думаю, и правда. Две недели, потом приходит голос, слушай, а что-то я интересно делаю. Если я сам мог помолиться столько день, да больше было, то, наверное, что пару человек найдется, которые помолятся вместе со мной. И почему я буду смотреть на тех, которые не делают, а на тех, которые делают? Надо было делать две-три недели, чтобы мне дошло до головы, слушай, а что же ты делаешь? То ты же смотри на тех, кто будет делать, а не на тех, кто не делал, и делать не будет. Поэтому пусть Господь нас благословит иметь правильное понимание в этом вопросе. Делайте, но не расшите от того, что никого другого нет. Больше, чем можешь делать, никогда не сделаешь. Если даже больше очень сильно хотеть. Я на своем опыте это знаю. С одной стороны, я вот посмотрю, сколько я работаю, и мне кажется, что я и 50% не делаю того, что я могу выделить. Но когда пару раз заболел, и Бог однажды говорит мне, я, говорит, знаю, сколько ты можешь делать, а что ты берешь? Не потом останавливаю. Я полежал, полежал, потом думаю, Господь, обожди, так может я уже привык, не вообще не хочу ехать. Разве хуже лежать дома и опять начинаю рваться, опять. Господи, как бы мне в обратную сторону не свихнуться. Привык сидеть, да и сиди себе потихоньку. Но у Бога контроль определенный. Я что, чем хотел сказать? Что больше, чем мы можем сделать, мы не сделаем. И мы не можем сказать, что мы за всех работаем. Я прожил молитвы здесь. Прихожу на среду, когда не было возможности, больной был-то не приходил. Я понимал, что я не устаю столько. Но я не считаю, что я за Дмитриевича работаю. Я работаю за себя. Вы меня поняли, что я сказал? Я не могу за одного зекану работать. Я только могу за себя работать. Если я это не буду, значит, я сам не выложу себя так, как надо. Я не раз говорил. Сегодня люди работают по совместительству, где-то там, в одной, другой работе, в третьей по совместительству. Думаю, какое совместительство? Если на одной проспал, то на другой можешь поработать по совместительству. Я это понимаю. Но если серьезно работать, вот дал, выложиться, тебе не за совместительство будет. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в деле Божьем у нас вот таких вывихов не было. Никто ни за кого друга не может тянуть работать, потому что не потянет. Это невозможно. Я помню, когда был в Москве, у меня было много должностей. И первый заместитель епископа Союза СНГ, тогда СНГ еще был, потом главный редактор журнала Примиритель, потом там отвечал и за человеческий институт, пастор человеческого института, и новая церковь была, и так далее. Вообще, я сегодня не перечислю все, если захочу перечислить. И потом однажды собираются мне еще дать Московскую область. Я стал молиться, Бог говорит, не бери, потому что не будешь знать, кто ты есть. А я думаю сам себе, божди, ну как это я не буду знать, кто я есть? Ну я знаю то, знаю то, а потом когда ли эту область, а там что получать? Или ты в церкви, или ты в области, или ты там, о, ну вот теперь я понял, почему ты не будешь знать, кто ты есть. И вот с этой точки зрения здесь уже Бог и видит, что можно совместить в одном месте. А что, это несовместимые вещи две. Я не могу одновременно быть у Барановички в Финске, допустим, или там, или там. Я уже должен выбирать, где для меня, ну, важнее, где Господь хочет меня, я не могу сразу быть в двух-трех местах. Это Бог только один во всей вселенной во всех местах сразу. А больше, и даже дьявол этого не может. Он говорит, что я Бог. Но вот это он не может делать, быть одновременно кругом, где только есть. Под мой Богом то быть не может. Поэтому, ну я просто к слову пришлось об этом говорить. Но я очень хотел бы, чтобы мы сегодня если будем делать, что делали без ропота и сомнения. Потому что у нас нет повода если трезво мыслить, роптать и сомневаться. Знаешь, что Господь призвал тебя. Для чего нас Господь призвал? Для того, чтобы делать дело Божие. Правда? Можно говорить о спасении. Да, это тоже правда. Но для того, чтобы Он дал нам и спасение, чтобы мы работали для него. Потом работай на своем месте. А за других кто-то будет я буду отвечать за то, что не говорил, за то, что не учил, за то, что не напоминал. Иногда нам надо двадцать раз напомнить, чтобы мы что-то сделали. Правда? И по-разному можно сказать. Можно сказать так, можно сказать так. Люди поймут по-разному. А уже если я конкретно делаю что-то, то что мне смотреть там в Родинской области цвор делают или нет? Пусть как хочет. Это уже Сергей Сергеевич пусть разбирается, если он не работал. А я знаю и смотрю, и я буду делать. Мало ли что, кто не делает. А мне-то что до этого? А я должен делать то, что Господь мне предназначил. Не говорю, что я все сделал. Уверен, что не все сделал. Но я просто хочу направленное мышление направить. Чтобы мы сегодня многие вещи пересмотрели и по-другому относились. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Сияете. А вот чтобы сиять, надо иметь больше света, чем все остальные, потому что не будешь отличаться ни от кого. И Господь дал нам учение, которое нас и должно отличать. Потому что наши стандарты, они не идут в ногу со стандартами этого мира. Прямо противоположные. И если там, где все плачут и теряют веру и рвут на себе волосы, и мы так будем делать, никакого света не там если все скандалят за что-то, и я скандалю, никакой света нет, абсолютно. А вот там, где один разбивается, а другой спокоит, продолжает делать дело, вот там есть разница. Вот там люди видят, определяют и отличия делают. Вот, наверное, этого-то нам часто не хватает. Потому что мы иногда бываем на уровне справедливых людей хороших, но не христиан. Это не оскорбление, но это правда. Вот почитайте пятую главу Евангелия от Матфея, и кто соответствует тем стандартам. Разберите руками, а между прочим написано, это одна из малейших заповедей. Помните, там дальше, это в седьмой главе, если кто нарушит одну из малейших заповедей, тот малейшим нарешется в Царстве Небесном. Это вот то зеркало, это вот тот рентген, который и сегодня может подсказать нам наше состояние. И никаких оправданий. Мы можем найти причины для оправдания. Сказать, вот так, вот так, вот так, нам мешает. Я не раз говорил, когда говорил проповедь о соли, я веду вот именно эту тему, в которой вы сияете. Не просто светите, а сияете. Отличаетесь от других. Я не раз говорил, когда Бог наставит трудные обстоятельства, то нам часто очень кажется, что просто Бог забыл о нас. Но если мы молились, Господь, благослови этот мир, проведи их в церковь, дай им спасение, то Бог хочет показать разницу между вами и ими. И Он ставит трудные обстоятельства. И когда человек в этих трудных обстоятельствах ведет себя не так, как они, они начинают задумываться. А если разницы нет, никакого света нет тогда. Поэтому не считайте, что это большое горы, и Бог хочет унизить, когда ставят в тяжелые обстоятельства. В тяжелых обстоятельствах я и вы должны быть на гораздо более высоком уровне, чем все остальные люди, чтобы они увидели разницу. А разница открывается. Характера наши в тяжелой обстановке, согласитесь, что это так. Когда все хорошо, мы все очень хорошие, правда? А вот характер открывается тогда, когда наступит на ногу и заболит. Вот тогда открывается характер. Вот тогда можем судить по нашему поведению, на каком уровне мы находимся. Поэтому эти трудности были, есть и будут. И не для того, что Богу очень хочется видеть нас, что мы плачем, что мы страдаем, нет. Он хочет показать людям, которые страдают, где можно найти выход из спасения, чтобы поменялось все. Поэтому просто стоит подумать об этом. Вот здесь Павел сказал, вы сиять должны, вы должны отличаться. И если не отличаетесь, плохо. А сегодня наоборот такая тенденция скрыться, чтобы никто и не заметил, что ты христианин. И прежде всего в поведении, в одежде и так далее, и так далее, и так далее. Правда? А чему ты должен отличаться? Я не за то, чтобы мы отличались киризовыми сапогами и целогрей кирваны. Я про это не говорю. Я говорю про нормы приличия. Кто-то однажды мне рассказал одну притчу, и она мне запомнилась. Когда говорит, кто-то из сестер, то в машине мы ехали, ну надо ж, был наверное на сегодняшний день. И молится эта сестра. Господи, сколько я еще буду жить? Я хотел жить. Господь говорит, еще буду жить 40 лет. Выскочила сразу парикмахерскую, накрутилась, надушилась, намалевалась, как сегодня бывает. Выскакивает, машина сбила нахер. Присала перед Господом, говорит, Господи, а ты мне говорил, что я буду жить еще 40 лет? Господь говорит, а я тебя не узнал просто. Вот так, не узнал. Ты выскочил, я видел такое, теперь я тебя не узнал. Вот и вся причина. Я тебе не узнал просто. Поэтому я хочу, чтобы Бог нас узнавал всегда. И узнавал по скромности, по приличию, потому что вы считаете. Вы должны разницу знать и понимать. Не надо прятаться. Стесняться в том, что мы христиане. Поэтому пусть Господь нас благословит для того, чтобы в действительности, сиять, отличаться. А если наша жизнь не отличается, но тогда какое может быть свидетельство? Содержать слово жизни, это Павел говорит, что вы сияете как святило в мире. Почему? Потому что содержится слово жизни. Если вы от него отказываетесь и живете не по нему, то вы не будете сиять. Я вы, когда я говорю вы, я не просто обращаюсь к вам, я цитирую то, что написано и в это вы себя включаю. Содержать слово жизни, похвали моей день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Вот здесь интересная мысль проскальзывает. Павел говорит, почему он их учит? Он говорит так, я трудился, вы через меня покаялись, и я вас учу, как вам надо жить, потому что если я вас и научу, и вы не дойдете до вечности, то за труд, который я делал, я все равно получу награду, но похвалы не будет, потому что вас нету, вы еще и вас нету. Именно вы, которых я не только начал с вами дело, но и довел до конца, вот вы будете моих похвалить меня, что Павел, ты не только начал, ты и что для меня лучше умереть, нежели кто уничтожил похвалу мою. Вот я, допустим, делаю разницу, награда за работу и похвалу, а как раз когда Павел говорит о похвале, говорит о тех верах, которые он хочет видеть в вечности вместе с ним, и которые скажут, Павел нам помог, и вот скажут правильно, это Павел делал, это Павел делал. И вот Павел здесь учит, и учит нас сегодня. Что наши и награды, хотя, наверное, я тоже старый мышь повторю, наверное, из нас никто о награде не думает и не мечтает. Мы сегодня идем, чтобы спастись в первую очередь, а потом уже знаем, что награды если заработали, то будет, а то можно на себя очень много взять, большой награды ждать, ее не будет, разочарование будет горкое тогда. А вот когда вот так вот просто, то есть кому наблюдать за нашей наградой, и мы ее не потеряем. Но очень хочется, чтобы мы вот эту поняли истину. Иван говорит, Иоанна есть очень прямо и хорошо об этом написано. Я не собираюсь эту тему говорить. Но там тоже вот эта истина простиживается. Чтобы кто не уничтожил похвалу мою. Помните, в послании одной из церквей, кажется, не буду называть, не помню точно, но есть такое слово, кто соблюдает дела мои, тому дам власть над язычниками. Помните? Вот Бог сделал дело через Павла или через кого-то. И если не сохранить это дело, если ущерб будет сделан, тогда нет награды. И там очень хорошо написано. Я уже не буду сегодня опять повторять говорить на эту тему. Может, когда будет другое время. Бог хочет, чтобы мы не только начинали что-то делать, но доводили до конца. Начали молиться за кого-то о его спасении. Он покаялся. Это не все. Еще впереди жизнь, впереди испытания. И если ты за него молилась, чтобы покаялся, то молишь, чтобы он даже не будет награды той полной. Потому что твоя похвала уничтожена кем-то. Кто-то ворвался в жизнь, кто-то сделал, и нету. Ну, что ж, было, было, а где теперь? Нету, нету. Вот об этом мы очень часто забываем. Согласитесь, что это так. Я тебя провел, я тебя показал, и все, и кончено. Оказывается, не все. Не все. Всякое дело надо давать и до конца. И я особенно это наблюдаю. Раньше вот так делали, сегодня уже, наверное, может, это плохо, может, это хорошо, не знаю, смотря с какой стороны, посмотреть. Поехали несколько раз в деревню, провели вас, запокаялись, и кинули. Все, мы вам рассказали, а теперь сами. И потом через пару месяцев никого. Ну, и что за польза? Вы меня хорошо понимаете, в чем я веду речь. Начали, но не кончили. Кто-то уничтожил похвалу, да, похвала от Господа, что работали, что трудили, сделали, но в вечный день из этих людей никакой похвалы не будет, потому что их нету. И нету потому, что не думали о том, что начатое надо продолжать. Я очень хотел бы, чтобы сегодня эта мысль легла глубоко в наше сердце. Потому что эту истину можно приложить и к церкви, и к конкретно определенному человеку, и к семье своей. Сколько в семье мы наблюдаем вот такого, молились, молились, плакали, плакали, потом покаялись, успокоились, потом раз, и нету. Не проявили той ревности. Вот дело, которое Бог сделал, не соблюли, оно разрушено. И Павел об этом сегодня говорит. Содержа служить к похвале моей, в день Христов, что я нещетно подвязался, нещетно трудился. Но если я и садил вы, и жертву, и за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь, и старадуюсь всем вам, а всем сам и вы радуетесь, и старадуетесь мне. То есть Павел здесь говорит, что вы помните его трудности, его переживания, сколько раз его били, и он действительно пал жертвой за Христа, голову ему срубили, снесли. За жертву Христа. Но вы не расстраивайтесь, а радуйтесь вместе со мной, что тот апостол, который вам проповедовал, который вас научил, который вам говорил, что если надо, надо отдать жизнь за Христа, оказался не просто болтуном, а в самом деле отдать свою жизнь за Христа. Радуйте, что я такой. Понимаете, о чем он говорил радоваться? Что я не уступаю в сторону, да, я в тюрьме, да, это так, но вы радуйтесь, что я не просто вас обманывал, но я такой, какой он говорил, как вас учил, так и я поступаю. И вы радуйтесь. А вы знаете, как часто бывает печаль? Я однажды не так давно, мне пришлось беседовать с одним из братьев, ну, как раз дело касалось его служения, и он мне стал рассказывать, вот, я покаялся через того и того брата, назвал мне его фамилию, я знаю эту фамилию, знаю этого брата, и когда учился в техникуме, он был там преподавателем, был верующим, он говорит нам, студентам, всегда о Боге говорил, приглашал нас молиться всегда, и говорит, и как мне неприятно, что его исключили там за преступление из церкви. Вот такие явления радости не приносят. Вот, почему Павел сказал, что если я выдерживаю линию, то вы говорите, не печать, потому что без воли Божьей волос с головы не упадет. И потом я вам говорил уже, когда мы читали, что вот то, что Павла посадили в тюрьму, оно произвело большую работу. Помните, я на эти аспекты обращал внимание, что произошло, вот это явление через Павла, что он в тюрьме оказался. Казалось, вот таким необычным путем, по-человечески, ну, не умещается в разум, но, казалось, то надо было бы, что для большего успеха боговествования не только для того, чтобы в тюрьме там кто-то покаялся, а вообще кругом все зашевелилось, когда Павла заключили в темницу. Поэтому Павел это все понимал и говорил, «Но если я и соделываю жертву и за жертву, Христову я от себя добавляю, и служение веры вашей, то радуюсь, сорадуюсь чем вам, а тем самым и вы радуетесь, и сорадуетесь мне. Надеюсь, что в Господе Иисусе скоро послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Вот одно интересное местописание. Оказывается, вера верою, а чтобы учешиться духом, надо и знать еще кое-что. Вера всегда приводит к знанию. Хорошо меня слушаете? Я думаю, если я скажу вот эту фразу, о которой я говорил не один раз, вы со мной соглашитесь, что вы сегодня уже давно не верите, что Бог есть. Вы знаете, что Он есть. Правда? Было время веры, когда вам... А когда вы с Ним столкнулись конкретно, когда вы от Него получили, вы уже не верите, вы знаете, что Он есть. Это не вера, которая никогда не ведет знания. Да, некоторые вещи будут, которые мы и не узнаем, особенно на тех, которых написано «глаз не видел, ухо не слышало и на сердце не проходило, что Бог противолюбящим был». Конечно, а вот то, что Бог есть сегодня, мы уже давно не верим, мы давно знаем, что Он есть. И за это мы благодарим Господа. И вот Павел, он всегда делал упор на веру. Он верил, что его труд не будет тщетным. Но когда он услышал о проблемах, которые были у Филиппов, там и услуг дошел о болезни их братьев, то он послал Тимофея узнать, что там с ними происходит. И говорит, и чтобы я узнал о вашем обстоятельстве, учешился духом. Когда мы где-то тревожимся, когда о чем-то переживаем, то мы всегда говорим, ну слушай, поедь и узнай, как там, правда? Приезжает, приехает, скажет, ага, вот это так, вот это так. Ну слава Богу, я уже знаю, как помочь конкретно. И Павел всегда направление такое имел, чтобы учешить и учешиться. И сделал бы вопрос, он, на обе стороны надо смотреть результат. С одной стороны, Павел узнал и учешился духом, а с другой стороны, и филиппийцы понимали, что Павел их не забыл. Он помнит о них и послал Тимофея туда. Помнит. А вы знаете, это тоже доставляет радость, это обоюдная радость. И Павел часто вот такими простыми способами кажется, Павел, зачем тебе послать человека? Стал бы на колени, ты же имеешь контакт с Богом, да Бог тебе рассказал бы, что с ними происходит. И учешайся. Ну, это все хорошо, это надо. Но мы, как люди, нуждаемся в общении друг с другом. И согласитесь, что мы не надеемся на наших друзей, которые спасут нас. Мы знаем, что спасение в Господе сокрыто. но мы ценим и друзьями. Нам ценно, что о нас кто-то заботится, кто-то о нас спрашивает. И это нормально? Потому что мы вместе будем жить в вечности. А если здесь не будет заботы и научимся, то в вечности уже поздно будет. то надо задатками войти определенными, чтобы Бог их наполнить своей полнотой. О чем я тоже вам когда-то говорил на этом месте про разборы. И вот, что интересно, Павел говорит, 20 стих, «Ибо я не имею никого равно ущербного, кто бы столь исконно заботился о вас». Вокруге было много служителей. И еще они были ценные. Но просмотрел и увидел и сказал, что вот равного Тимофею по заботе филиппийцам никого не вижу. Оказывается, и служителя разные бывают. Может быть, по отношению к цех какой-то, определенному направлению какому-то. Но, наверное, не ошибусь, если и скажу, что и по ревности разные мы все. Один вот так вот, ни шатко, ни валко. Ну, другой где-то на серединке. А третий кого-то обуздывать надо, потому что, как сегодня говорят, трудоголиком может стать, забыть про все. Как в свое время было с Ефесской церковью. Помните ее характеристику? Это первая церковь в Ефесской. Что все у тебя хорошо. И трудишься, и не изнемогаешь, и там потерпел многое. Но первую любовь ты оставил. Вот по наклонной, на тебе, по инерции качешься. Но уже ни с чем и чувством. Я просто как привык работать. и все. Для наших людей вполне возможно, мы разницы не видим, а Бог поглядел, ему не понравилось. Работать ты работаешь, а любви-то той уже нету. А если ее нету, от той глубины, то и результата не будет полного. Потому что это есть такой веский аргумент для Господа, чтобы действовать. Он есть Бог любви. И Он, когда работает с нами, Он работает не по привычке, не для зарплаты. Единственное, что движет Богом, когда Он с нами имеет дело, любовь. И это хочет от нас видеть. Потому пусть Господь благословит нас, чтобы мы тоже имели действительно ущердие определенные. Вот Павел проглядел и сказал, разные ущердия в людей, не одинаковые. Я посылаю к вам Чимофея, потому что он более вщеп участвует о вас. То когда он придет туда, то он и сделает больше, чем все остальные. А тот, который просто галочку надо ему поставить, он много не сделает. Он будет отметиться, где-то что-то сделает, чтобы было все. Но там не будет вложено сердце. И там не будет действия полноценного Духа Святого в такое время. И вот Павел как раз на память для нас и оставил, что он и эти вещи рассматривает и сортирует. Вот пожалуйста. Ибо я не имею никого равно ущербного, кто бы столь искренно заботился о вас. Вот смотрите. Ущердие и искренность. Подделки не было, рисовки не было. Каких-то мотивов там сзади посторонних не было. И Павел увидел это и посылает его. И вот причина. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот причина. Поглядел и сказал не только состояние, но и причину. вы помните есть в одном месте писания, не помню точно где. Есть такой интересный текст писания. Я вот хотел его послать, но не захотел идти, а сказал пойду тогда, когда мне будет удобно. И это оставлено. Вот Павел посылает пойди, он говорит не пойду, я пойду после. Когда будет, что там было, в чем было удобство, но не пошел. И Павел говорит, основная причина, все ищут своего. И это иногда настолько глубоко завуалировано, в общем вся беда, что трудно разобраться, это ревность по делу Божьему или ищут своего. Если бы все было так обнаружено легко, как на ладони раскрыто. вот почему я сегодня напомнил текст Писания, никак не судить прежде времени, покуда не придет Христос и не освечит все сокрытое во мраке. И тогда будет похвала от Бога. А так вы же не знаете, кто по какой причине работает, кто чего добивается. Поэтому вы не можете судить, не можете определение вынести, что тот такой, тот такой, а тот такой. Я же вам говорил, что иногда человек выражит то, устами не способны, что и не думал сказать никогда. Попробуй осудить. Вот почему Писание говорит, не судите. Так написано, правда? Рассуждать можете, а судить? Нет, потому что мотивы не знаете, не знаете, что было в сердце человека. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Вот Павел здесь взял их взаимоотношения. И вы знаете, что он поставил на вид? Верность. Вера и верность, наверное, разница есть, правда? Можно быть верующим, но не быть верным. Я бы тогда не назвал бы верующим даже, потому что верующие и верные включают одно и другое. Но мы сегодня как-то делим. Говорим, ходишь в молитвный дом, веришь, что Иисус умерз. Уже верующий. Но иногда до верности и Богу, и людям очень-очень далеко. Правда? Ну да. И вот для Павла это очень ценно было, что он его ни разу не подвел. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благословании. Это очень важное качество. сегодня мы очень ревнуем, что из-за нас, которых не видно, кто-то вроде получит славу и свою и нашу. И вот мы не умеем работать на авторитет другого. Вот так вот незаметно. Не вообще, наверное, кто-то понимает, для кого-то без разницы, он служит Богу и не думает об этом. А в вшито очень часто. Вот эти конфликты бывают такие. И Павел видел, помогал исконно и совершенно не заботился. Его не волновало, что о Павле хорошо говорили. Его не волновало, что о нем ничего не говорили. Он просто служил Павлу во имя Господа, то, что надо, и все. Делал второстепенную работу. Значит, Павел когда приходил, может, когда-нибудь он сам все и делал. Но обычно посылал перед собой людей. Идите, помните, приготовьте помещение, скажите, что я приду, и так далее, и так далее. Кажется, ну, хитрый какой, ты ему все сделай, а он после лавры сорвет. Но у Павла не было таких замашек, не тот, кто помогал, не было таких. Они понимали, что Павлу надо свободу дать больше для его работы. я думаю, он и сам справился бы, и нашел бы все, на то время ушло бы. Но те, кто ему помогали, я уверен, на уровне Павла не сделали бы то, что Павел делал. И они это понимали хорошо. Никаких проблем не было. И я думаю, что Павел, как проницательный человек, я, допустим, пару минут поговорю с человеком, который наиспать пришел, и уже знаю, он вихляет или нет, то Павел, наверное, еще за версту видел. И вот он глядел вот так, и говорит, верность его известна, как сына отцу, проблем не было с ним. И там дальше мы будем читать, второй его сотрудник говорит, был даже близок к смерти, после написано, из-за меня там пострадал за дело Христово. Павел говорит, из-за меня. Что-то он там делал для Павла, его побили где-то, был болен при смерти, Бог говорит, помиловал его и меня, и так далее, и так далее. Вот бы нам так научиться. тело Божие, главное тело Божие, не главное, конечно, думаю, что нам не безразлично, что о нас говорят, как людям. И Павел не говорил, что мне безразлично, что обо мне. Он говорил, для меня мало значит, чтобы вы мне думаете, помните, он так сказал, он не сказал, для меня ничего не значит, потому что это неправда. Но для меня мало значит, как судите обо мне вы. Я и сам о себе не сужу, потому что не могу оценку себе дать. Говорит, судья же мне Господь. И вот то, что я здесь отметил перед этим, почему нет успеха в труде, я говорю, ищут своего. А он говорит, никогда не искал своего. Сказал, пошел в дело. И ничуть не думал о том, что о Павле хорошо говорить будут, него-то не интересовало. Он знал, что его Господь призвал для труда. Он знал свое назначение и место. Итак, я надеюсь, послать его тот же же, как скоро узнаю, что будет со мною. Ну, Павел-то интересно говорит, но я уверен, Господи, что сам скоро приду к вам. С одной стороны, он говорит, узнаю, что будет со мной, вот все равно приду к вам. Он имел откровение от Господа. Может быть, он имел беду, не зная, что со мной эти люди, которые арестовали, будут делать дальше. Но говорит, но я уверен, Господи, что я к вам и сам приду еще. И вот будучи уверен, вот так просто, невозможно, если Господь не скажет. Ну, он говорит, пока что знаю, что приду, но покуда я приду, то уже не могу ждать, сердце волнуется. Хочу Тимофея послать, но хочу немножко информацию и о себе дать, чтобы вы немножко рассказали, что не беспокойтесь, с Павлом уже все нормально, скоро выпустят. Так что, вот учитывал вот эти обе стороны, для того, чтобы вот это полное утешение могло быть. Я уверен, Господи, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителю в нужде моей. Посмотрите, как филиппийцы заботились. Там дальше написано интересно. Они должны были что-то делать для Павла. И он говорит, и чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне, оказывается, у Бога был какой-то план, сколько филиппийцы должны были оказать услуг Павлу. Но как, во время, когда он был там, они не сумели все делать, они ему послали вместе с Епофродита. Я дальше буду читать. Я сегодня не дошел еще до этого места. Я просто хочу его послать к вам. Это уж ваш брат. И как вам будет приятно, что ваш брат с вашей церкви, который был болен при смерти, страдал за дело Божие, и вернется, и вам расскажет, что и я здоров, и с Павлом нормально все будет. Вот Павел не чуждался никакой возможностью нанести радость куда-то в церковь. Как только видел, что таким образом можно утешить, он это делал сразу. Мог бы подождать, пусть дальше соскучится, покуда я приду. Он не ждал этого. Он посылает другого, чтобы они не томились в неведении, а чтобы это знали, получили утешение. Потому что он сильно желал видеть всех вас, и тяжко скорбил о том, что до вас дошел слух о его болезни. Вот смотрите, вот насколько он переживал. Я думаю, вы это сами тоже переживали не один раз. Когда вы были больны, но говорили, хотя ж не говорите о семье. Было такое, правда? Не хотели их тревожить. Ладно, я как-нибудь уже, но вы не рассказывайте. И Епофродит тоже не хотел, чтобы вы знали. Но когда узнал, что дошел слух о его болезни, то тяжко скорбил. И хотел видеть. И Павел не мог не учесть его желания. Хочешь видеть? Сходи. Вот. Как он тонко понимал все эти вещи. Есть и желание Ипофродита, и желание церкви, и желание учешить церковь, что он остался жив, и желание узнать, что происходит там. Вот пользовался Павел всеми методами, всеми способами. Для учешения, для информации. Помните, что он говорил в одном из каждой деяния апостолов? Когда ему говорили, когда Павел прибыл в Рим, то ему братья иудеи сказали, о нас, о тебе никакой информации не поступало, никто писем не посылал. Помните? Это было нормальное явление. Когда шел куда-то кто-то, и вместе с ним шло сопроводительное письмо. Даже Павел этим пользовался. Почему я это говорю? Сегодня встречаются такие братья, особенно, которые хотят поживиться за чей-то счет. Вот меня послали, я помню такой случай, ну, говорит, брат, дай письмо от пастора. Нету. Покажи паспорт. Тоже нету. Вот, если ты духовный, встань помалюще и узнай. А зачем? Когда есть боли, я промоюсь, если ты доверен на лицо, тебе должен быть документ должен быть. Покажи, да и все. Вот так часто люди и насмехаются над верующими людьми. Показывают, что вы не духовные. Если духовные, то ничего исчезать не будут. Встал, помолился, я уже знаю. И так бывает. Но это норма. Когда где-то братья посылают кого-то, где-то что-то довирают, поручают, и есть сопроводительное письмо. И это нормально. Не надо считать тех, кто их спрашивает, недуховными людьми. Иначе надо и апостол Павла сделать недуховным. А он говорил об этом. Это норма нашей жизни. И здесь ничего нету крамольного, как мы сегодня можем сказать. Это нормально. Это путь Господь нас благословит для того, чтобы нам не стесняться, не бояться. Потому что говорят часто, может, и правда, что я плохо сделал, что не спрашивал у него письма сопроводительного. сопроводительного. А вы знаете, так часто бывает. Выскажет, наговорит из-за кафедры, ай-яй-яй-яй-яй, а потом оказывается, он отлучен, заблудованный, а он ездит. А после, зачем мы его принимали? Знаете, Сергей Битлый пропустил его, говорит, я не знаю, куда же я знал это. Если что-то поручается кем-то, то должно быть что-то, звонок должен быть хотя бы. А так много что можно быть. Они и деньги собирают, и не раз обманывают. Я помню, что когда-то, наверное, 87-й год был. Помню, мы собрались там, в подвале, ну, уже вроде бы в этом доме были. Не помню точно, это было давно. И приходит, плачет, навзрыт, ребеночка ведет, погорели, называют деревню за новой мышью там. Погорели все, деньги, ой, плачет так, что нельзя не поверить. Как раз Володя, ваш челка, был с машиной там. Я говорю, Володя, эта деревня за новой мышью съездит на полчаса, а вы сейчас полчаса придете. И сегодня их нет. А Володя приезжает, говорит, да и дома такой, не дай фамилии там, такой нет. Это обманщики просто были. Вот и все. Поэтому, если что-то серьезное, я просто, ну, может быть, я сбился на плотскую тему, но это сегодня проблема, сегодня я ищу, и где-то несколько дней назад, помню, как обманывают, вот так вот, приходят, плачут, кто-то рассказывает, собирали деньги, давали одежду, они эти все мешки на вокзале в Бресте оставили с одежды, а деньги забрали и уехали, им не нужна была. Ну, коль, погорели, да бедные, ну, то же давали все, да чтоб не разоблачить себя, то брали все под рад. Эти мешки покидали с одежды, а с деньгами и уехали. Вот и пожалуйста все. Пусть Господь нас благословит, вот посылать, узнать, принести информацию, вот оно написано. Павел, который до третьего неба был восхищен, которого Господь водил так, дай Бог, чтобы каждый из нас был так водимы, тщательно, но он говорит, послал узнать письмо сопроводительное, никто не написал ничего. Пусть Господь нас благословит, давайте вот эти простые вещи не посчитаем второстепенными и неважными, потому что в таких случаях никогда христиане авторичата иметь не будут. Их просто будут называть лопухами, которых можно просто поплакать, обуть их в лапте и отпустить. Вы меня понимаете, о чем я говорю? И мы думаем, что-то мы будем выглядеть, что-то говорят, нет, братья мои, абсолютно нет. Вот там, где действительно мы узнали и помогли, а если вот так вот обманут, смеяться будут с нас. Пусть Господь нас благословит, пусть Слово Божие будет записано в наших сердцах, и пусть наш путь христианский будет без падений, уверенным, четким и для славы Божьей. Аминь. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Что это за печать на руке человека? Неверующие говорят, что вот в Библии сказано о хиромантии. Но, в Библии сказано не о хиромантии, а сказано о том, что нет двух ладоней одинаковых и двух пальцев. Вот туда печать. Но лишь не идет о хиромантии, чтобы угадывать будущее и судьбу по этих линиях. Это совсем другое. А печать есть, да? И ни одна. Сегодня установлено, что радужная оболожка глаза строго индивидуальная. И двух похожих ни у кого нет. Во всем мире не найдется. Даже у близнецов они разные. Поэтому здесь речь идет, конечно, не о хиромантии, не о науке, бесовской, я хочу сказать, а о том, что это печать на чело, на руку и так далее. Пусть Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok